МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 57 мм. Автоматическая зенитная пушка. Два выстрела в секунду. Эффективность этой пушки в том, что была придумана для сбития самолетов. Это был прошлый век, самолеты были легенькие, моторные, изредка реактивные. То есть по ним еще как-то можно было работать. Сейчас РО взяла себе на вооружение, модернизировала. На своих штатных колесах она далеко бы не уехала. Поэтому поставили на крат. Сделали ее так, чтобы можно было стрелять во все стороны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она надежная, как пулемет Калашникова. И точная, скажем, как СВД. Вот, допустим, этот расчет, если им дать снаряды, они где-то на расстоянии до километра начинают сбивать деревья. Небольшие, сантиметров по 5-10. Если, допустим, этим орудием попасть в танк, эффект будет больше, чем от ЗУ-23-2. То есть достаточно пару снарядов для того, чтобы его раздеть и разбуть. Если по гусеницам, это однозначно сносится гусеницей. В ТР впереди получается маленькое отверстие 57 мм, а на обратной стороне дополнительный люк для десантирования. То у него по снаряду он всего 3 кг весом, он создает где-то порядка 20 кубов облака осколков. И если это, допустим, работаем по зеленке, то это зона сплошного поражения. Очередь удал, 10-12 выстрелов, и можно сворачиваться, уезжать. Там больше никого нет. Во-первых, эти пушки, чем они эффективны? Они мобильны, они скорострельны, и они наносят максимальный урон. Если, допустим, бронебойные те же рапиры один выстрел за 20 секунд она делает, то ее обнаружить намного быстрее, и у нее меньше срока жизни, скажем так, у экипажа, то здесь экипаж успевает выполнить свою задачу, развернуться и уехать за срок меньше минуты. То есть вы сами понимаете, люди нам важнее. То есть нет режима одиночный или автоматической стрельбы. Тут все зависит от стреляющего, от первого номера. Вот как он нажал на педаль, сколько он ее продержал, столько снаряда вон и выходит. Хороший заряжающий, допустим, как на этом расчете, он уже спокойно стреляет. Либо один, либо два, либо три. Сказали ему четыре, он выстрелил четыре. Сейчас есть такая возможность, дорабатываем компьютерную программу для стрельбы на дальние расстояния до шести километров. Особенность этого зенитного снаряда, сколочно-фугасного, у него жизни 16 секунд. То есть после выпуска снаряда со ствола он может пролететь определенное расстояние. Поэтому, когда стреляешь над головами у своих товарищей, этот снаряд взлетел, не попал в самолет, начинает падать. И вот, не долетая до земли, он взрывается, чтобы не повредить свои ижи. Вот для чего. Поэтому, если мы стреляем под наземным целям, то это максимум шесть километров. Максимальная дальность, куда он может долететь. Для того, чтобы он и попал, и взорвался там, где ему нужно. Вот это место заражающего. Перед ним магазин, в который досылаются четыре снаряда в одной кассете. По мере использования добавляется следующая кассета. То есть вот здесь у него есть столик специальный рабочий, сюда складываются две-три кассеты. Если в таком положении, на ходу, на колесах, делаются короткие очереди. Если есть возможность пострелять с более закрытой, на более дальний расстояние, как я говорил, до шести километров, тогда уже идет очередь до двенадцати кассет в зону поражения. Развернулись и уехали. Шесть человек. Два наводчика по вертикали, по вертикали, заряжающий и принимающий выброс гильз или кассет. Плюс подносчик боеприпаса. Вот здесь у нас хранится обычно боекомплект. Специально сделанная под него площадочка. Помещается до двухсот выстрелов. Для того, чтобы было удобно работать. Но в бою, вы сами понимаете, никто гильзу собирать не будет. То есть ящик открыл, подаем заряжающему ящик в сторону. Раньше было такое выражение у пограничников. Мы, говорит, щит, а все остальные шурупы. Вот если бы не было ТРО в первые же дни в Харькове, то ЗСУ просто бы не справилась. Оно бы героически выполняло свои задачи. Но сам бы город не устоял. Именно из-за того, чтобы люди мобилизовались, вот такие вот организации, как ТРО, и смогли здесь остановить Орков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова